Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал о Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки. Ну что ж, мы на финансовых рынках продолжаем следить за тем, как развивается новостной фон и ситуация с ковидом. К сожалению, друзья, ковид не отступает, как бы мы не хотели уже окончательно закрыть эту тему. Несмотря на то, что хочется положиться на массовую кампанию по вакцинации и предположить, что она будет эффективна, но пока есть то, что есть. Многие страны, а практически все, которые ранее столкнулись с повторной вспышкой ковида, сейчас усиливают меры ограничительного характера, социального дистанцирования, ужесточают локдауны. И это вновь тех, кто привык скептически смотреть на перспективы мирового экономического роста, заставляет их переосмыслить, опять же, темпы восстановления мировой экономики, решить, что 2021 год не будет таким уж активным по росту и не станет периодом экономического оздоровления. Я не хочу сгущать краски и как бы негативить, но опять же, мы работаем как фундаменталисты с тем, что есть в плане новостей на рынках. И то, что сейчас нами анализируется, интерпретируется, то, что мы пытаемся переложить в ту трендовую динамику по инструментам, за которыми мы оследим, все это указывает на то, что на рынках будут еще эти скептические настроения, инвесторские опасения, которые при определенных обстоятельствах и изменениях будут провоцировать повышенный спрос на защиту. Вот мы локально наблюдаем за восстановлением индекса американской валюты, индекса доллара. В целом, речь идет о росте американской валюты вдоль всего широкого рынка. И классически, опять же, с фундаментальной точки зрения, объясняя рост локально американского доллара, можно посмотреть на рыночные настроения и предположить, что при плохом новостном фоне рост доллара – это попытка и желание трейдеров сохранить свои средства, увести капиталы в защитные инструменты, потому что у многих доллар традиционно ассоциируется именно с защитой. Вчерашние новости, опять же, со ссылкой на главного советника уже Байдена Энтони Фаучи, который заявил, что тот штамп, который ранее был выявлен в Южной Африке, это угроза для человечества, это угроза для тех вакцин, которые уже были разработаны. Друзья, это как бы не моя выдумка, это реальные комментарии, что мы получили довольно авторитетное мнение о том, что новые штаммы могут быть недоступны в плане лечения для тех вакцин, которые разработаны. То есть текущие вакцины неэффективны против них, это только лишь предположение, но оно было озвучено, как бы не бывает дыма без огня. И уж не знаю, и ни в коем случае, конечно же, нельзя допустить, нужно визуализировать, друзья, нельзя допустить того, чтобы год, который был потрачен на разработку вакцин от AstraZeneca, от Moderna, от Pfizer. В итоге венцом как бы этого года стали те вакцины, которые мы знаем, и они окажутся неэффективны перед мутациями текущего коронавируса. Если это произойдет, я не хочу даже думать о последствиях. Будем надеяться, что эти предположения не подтвердятся, и в конце концов действующие вакцины будут эффективны и против тех штаммов, которые сейчас есть, и тех штаммов, которые появятся. И вчерашний день по новым локдаунам в Новой Зеландии, в Австралии и в Японии, в ряде еще европейских стран продлены вот эти ограничительные меры. Кстати, когда это произошло вчера, можно было увидеть отклик, логичный в плане роста индекса технологических компаний США, индекс NASDAQ-100. Как правило, если мы будем с позиции фундамента глубоко разбирать трендовую динамику, можно предположить, что и связать вчерашний рост NASDAQ, который из трех индексов американских обновил максимум S&P и Dow Jones, еще нет. Трейдеры, инвесторы, опять же, забегая на долгосрок вперед, решили, что раз локдауны не отменяются, то, соответственно, режимы удаленной работы, действующие ограничения по социальному дистанцированию, когда люди не могут проводить досуг, путешествуя, люди не могут проводить досуг, встречаясь со своими друзьями, вынуждены сидеть дома. И это снова может стать причиной роста тех компаний, капитализации тех компаний, которые предоставляют услуги и сервисы онлайн. Поэтому, разбираясь в костяке индекса NASDAQ, конечно же, мы поймем, что там и сидят эти самые компании, которые и стали причиной, как бы стали бенефициарами вот этих вот локальных выгод. Если вам интересно, как будет вести себя фондовый рынок дальше, если вы согласны, что ковид еще не отступит довольно продолжительный период времени, если вы не хотите разбираться в других катализаторах роста, например, в новых мерах экономического стимулирования, то как раз сам факт того, что люди находятся на удаленке, люди не встречаются со своими друзьями, не путешествуют, должно быть для вас весомым аргументом в принятии решения о покупке NASDAQ. Если вас интересует мое мнение, я думаю, что NASDAQ легко может добраться до 14 тысяч пунктов и выше. По индексу доллара 90.40 мы видим в моменте, я думаю, что существенно выше мы не пройдем, потому что уже завтра заседание Федрезерва, итоги, даже сдержанных комментариев будет достаточно, чтобы мы их стали рассматривать как проявление мягкости американского регулятора. Если к тому же бывшая глава ФРС Джанет Хеллен и действующий глава ФРС Джером Паул увидят, высмотрят необходимость более агрессивного стимулирования, они точно смогут вместе, это серьезнейший тандем очень влиятельных чиновников, вместе надавить на республиканцев, которые еще сомневаются в Конгрессе, и продавить идею того, что нужно поддержать план Байдена на 1,9 триллиона долларов. Я думаю, что осталось максимум полторы-две недели, и мы получим новость о том, что новый пакет принят. И как только это произойдет, доллар априори должен пойти вниз. Очень рассчитываю на то, что трейдеры начнут продавать баксы еще до того, как эта новость появится на рынке. Поэтому в качестве ближайших триггеров, самых важных, я рекомендую ждать завтрашнее решение ФРС, настраиваться на то, что мягкая риторика должна будет привести к снижению доходности американских облигаций, за этим, собственно, должна пойти вниз американская валюта. Доллар и иена, как вы помните, тоже была рекомендацией с моей стороны продавать. 103,72 сейчас котировки. Еще целый блок статистики на этой неделе. Заказан товар длительного пользования, личные доходы, личный расход, годовые данные по ОВП. По всем показателям мы ждем слабые цифры, и, возможно, чем хуже статистика будет выходить дальше, тем меньше будет сомнений и желаний чинить какие-то препятствия у республиканцев в согласовании новых мер экономической поддержки. Поэтому ставим на тотальное снижение доллара, как индекс американской валюты, классная сделка без свопов, так и просто дуэт доллара против других оппонентов, в данном случае доллар и иена, а снижение с целями ниже 103 иены за доллар. Золото 1856, цели прежние, 1900 и выше. Нефть 5521 топчется на месте. Я думаю, что с возобновлением распродаж доллара нефть также восстановится. Евро против доллара 1,2128. Ранее я давал коридор как возможность принятия решений для перезахода в длинные позиции. Это коридор даже ниже отметки 1,21, но сейчас мы топчемся в районе отметки 1,2130. То есть, фактически, решение об открытии бая с текущих значений, либо поближе к уровню 1,21, это решение, которое может принести очень хороший результат, потому что даже по самым скромным ожиданиям, евро точно уйдет еще на локальный перехай, и это примерно отметки 1,23, может быть, даже чуточку повыше. Доллар канадец рос, друзья, 1,2763. Давайте дожимать пару до отметки 1,30. 2,30 пунктов остается до этого рубежа. Я думаю, что при текущем новостном фоне мы точно сможем добиться реализации этой цели, особенно если фундамент этой недели по Канаде нам будет располагать к отработке этой идеи, если мы получим еще один сигнал слабости в целом канадской экономики, которая также, как и прочие регионы, столкнулась с последствиями ковида. На этом, собственно, все. Хорошей вам торговой сессии. Всем пока!